Остановка 47-го маршрута не дает жителям Дягилева жить в чистоте и спокойствии. Годами они требуют перенесения конечных автобусов в другое место. Рязанцы отмечают, что на их просьбу реакция была неоднозначная. Остановка осталась, но поменялись автобусы. Теперь вместо 31-го маршрута здесь базируется 47-й. Просили мы 600 подписей собрали, просили перенести до Забайкалки. Сказали, там плохая дорога, нет переезда. Ничего не изменилось. Стало только хуже. Транспорт стало больше. Они стоят здесь. Подъехать невозможно даже к дому. Люди считают, что автобусы должны находиться в отдалении от домов, поскольку близость транспорта доставляет неудобства местным жителям. Зимой особенно включены все двигатели и гарь идет. Говорят масло или что у них там горит, они прогревают автобусы. И опять же сигналы, музыка. Маленькие дети не могут даже отдыхать днем выходной. Местных жителей беспокоит еще и мусор, который оставляют после себя водители автобусов. Бумажные чеки разлетаются по всей территории, а туалет вовсе не убираются. Как говорят водители, несколько лет назад они самостоятельно наняли фирму по уборке нечистот. Однако по неизвестным причинам она перестала обслуживать это место. Если честно, нам самим неприятно это все смотреть. Но мы деньги отдаем, должны убирать все. Вот сейчас смотри, вот эти бумаги откуда? Ты думаешь, водитель бросил? Нет. Мы в бачок, где положено, вон там бачок, мы туда кидаем, ветер выкидывает во двор. Что мы можем сделать? Как говорят водители, территорию никто не убирает, как и мусор из бачка. Периодически они вместе с местными жителями проводят здесь уборку. Водители сами, вчера два водителя сами автографировали, отсылали своим начальству. Вот это вот все бардак. 31-й была, такого бардака не было. Он убирал все. Люди считают, что кроме того, что остановку необходимо перенести, нужно систематически убирать и стоянку для автобусов. Кроме того, ликвидировать туалет, от которого летом исходит неприятный запах. Уже не раз они обращались во всевозможные инстанции, однако на их проблему никак не реагируют. Как и на ситуацию на соседней улице Животноводческой. По дороге мало того, что проехать на машине очень сложно, не любая машина проезжает. Пройти с коляской после дождя, либо весной, либо осенью, в распутье вообще невозможно. Местные жители отмечают, что эта дорога довольно значимая. Она осуществляет соединение со школой, больницей, банком и той же конечной остановкой автобусов. Однако здесь нет тротуара, вместо него растут кусты. Несколько лет назад приехали, с города опилили, тут же бросили. Ничего не вывезлось, ничего не убралось. Такое ощущение, что эта улица просто никому не нужна. Начиная с 2013 года, в вопросе ремонта этой дороги местные активисты дошли до прокуратуры. По их словам, каждый год ремонт переносят из-за отсутствия средств. Жители говорят, что в 1984 году последний раз при советской власти здесь положили дорогу. Все. После этого никаких ремонтов, ни текущих, никаких не делалось. Однако в одном вопросе жителям удалось добиться успеха. Как говорят люди, через суд и прокуратуру они добились того, что на улице Коняева было сделано освещение. Мы плясали, мы радовались, потому что там большак. Но тротуар, он куда-то подозрительно исчез. То есть, тротуарчик по логике там должен быть, потому что по этим письмам, по всем искам нашим, там он значился, значился, значился. А потом как-то расточился и куда-то испарился. Теперь жильцы переживают, что дети, родители с колясками и пожилые люди вынуждены ходить по большой дороге. В свою очередь, люди продолжают платить налоги. И они до сих пор надеются, что тротуар здесь появится не только на бумаге, но и в реальности. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».